Главный и, кажется, вечный вопрос каждого собрания, когда дело сдвинется с мёртвой точки, решён. На встрече с дольщиками ЖК Булатникова глава муниципалитета Дмитрий Абарёнов объявил, что инвестор будет готов начать строительные работы в семи домах уже этим летом. В июне выходит он в город на площадку и достраивает семь домов. Оставшиеся три достраивает другая компания, крупный застройщик Московской области. Я позже назову, после того, как будут подписаны документы. При покупке квартир дольщики рассчитывали получить жильё с отделкой, но на сегодняшний день сделать это невозможно. Поэтому они разделились на два лагеря. Одни седают по поводу ремонта, а другие готовы делать его самостоятельно. Ваш застройщик недобросовестный свои обязательства перед вами не исполнил. И вот на примере хотя бы даже других объектов у нас тоже стоит такая дилемия. Но здесь вопрос стоит в другом. Либо этот объект будет достраиваться в понятные сроки понятным и уважаемым девелоперам. Либо мы сейчас выходим опять в историю с пересмотром всего этого проекта. Треть домов жилищного комплекса уже введена в эксплуатацию. В скором времени дольщики начнут получать ключи от долгожданных квартир. Марина Клочкова решила приобрести себе жильё в Булатниково ещё в 2013 году. Сегодня, как и другие дольщики любому продвижению в истории, она рада. Я вообще хочу очень эти квартиры получить. У меня там две квартиры куплены. Одна в первой очереди, другая вообще ещё неизвестна, там в последней очереди. Поэтому, соответственно, моя задача – получить сейчас квартиру. И я надеюсь, что управа нам поможет, не оставит нас, так сказать, в беде. Семь домов, которые под своё крыло взял Инград, планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. По последним трём корпусам жилищного комплекса вопрос почти решён. Переговоры с инвестором находятся на завершающей стадии. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видноэ ТВ. Доброе утро.